О деятельности президента на этой неделе будем говорить с Владимиром Фисенко, украинским политологом. Владимир Вячеславович, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Давайте начнем с понедельничной деятельности президента Украины. Петр Фиала прибыл в Украину, это премьер-министр Чехии. Зеленский вместе с Фиалой подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины. Ваши коллеги говорили, что это большой старт для Украины, ее пути в Североатлантический альянс. Как бы вы назвали подписание такой декларации между Украиной и Чехией, между Зеленским и Фиалой? Я думаю, что это пролог к переговорам о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Я напомню, Украина подала заявку о членстве в НАТО. Здесь ситуация несколько сложнее, чем с статусом кандидата в члены Евросоюза. Но потому что идет война, война с Россией, и это, конечно, будет препятствовать на время войны. Однако, вот эта декларация, она показывает число союзников Украины, число стран, которые поддерживают членство Украины в НАТО. Оно растет, расширяется. А в случае Чехии еще важно отметить, что эта страна достаточно авторитетна и в Центральной Европе, а сейчас еще и председательствует в Европейском Союзе. То есть для нас здесь очень важный шаг вперед и в нашей евроатлантической интеграции. И в то же время это подтверждение очень тесных партнерских отношений со страной, которая председательствует в Евросоюзе. Кстати, отмечу, что Чехия, несмотря на свои небольшие масштабы, входит в число стран, которые лидируют по объемам и военно-технической, и экономической помощи Украины. Ну и также Чехия приняла большое число, сотни тысяч украинских беженцев во время этой войны. Владимир, продолжим. А 1 ноября, в первый день, да, второго месяца осени, как бы, вот прям название, да, проза, но проза, к сожалению, не веселая, а военная. Но президент Украины, несмотря на и обстрелы, которые, ну и продолжение боевых действий, продолжал свою дипломатическую работу. 1 ноября много чего тоже было сделано. Было общение с президентом Франции Эмманулем Макроном. Там обсуждалось также несколько близлежащих проектов, которые могут быть реализованы и Украиной, и Францией. Также была идея собрать, и озвучена президентом Украины, и отклик был у Эмманулем Макрона, собрать бизнес Франции, который бы в поддержку Украины определенной тоже мог разрабатывать проекты. Но и в тот же день, очень важно, произошел визит в Киев еврокомиссара по вопросам энергетики, кадри Симпсон. Как раз говорили о создании энергетического Рамштайна. Мы очень часто говорим о оборонном формате такого плана. Уже есть также идея от президента Украины, она была озвучена финансово, Рамштайна. Но мы и видим, что сейчас есть необходимость создания такого формата энергетического Рамштайна. Потому что мы видим ситуацию, и подготовка к зиме, она продолжается. Но мы видим, ситуация очень может быстро меняться и кардинально. Создание такого энергического Рамштайна, как вы считаете, каковы главные тезисы должны быть в основе проведения таких встреч, таких форматов, как энергетический Рамштайн? Очевидно, что сейчас это один из главных приоритетов для нашей страны и для наших партнеров. Как раз в эти дни стало очевидно, что Россия продолжает разрушать единую энергетическую систему Украины. Она хочет и обесточить Украину, и заморозить, если получится. И вот для того, чтобы не получилось, чтобы эти планы подлые, циничные, античеловечные планы. Потому что речь идет фактически о преступлении против человечности, попытке спровоцировать в Украине гуманитарную катастрофу во время зимы. Для того, чтобы эти планы не были реализованы, мы должны сейчас максимально активизировать взаимодействие с нашими партнерами. Потому что здесь необходима максимально оперативная поддержка Украины для того, чтобы мы могли заменять поврежденное энергетическое оборудование. Это непросто. Это требует и времени, и средств, и, конечно же, технических ресурсов. Кроме того, я думаю, что как минимум в западных регионах Европейский Союз может помочь нам и поставками электроэнергии. Летом и в начале осени Украина поставляла электроэнергию в Европейский Союз. А сейчас, к сожалению, ситуация может сложиться противоположным образом. И как раз поскольку мы сейчас присоединены к европейской энергетической системе, Европа может оказать поддержку для того, чтобы стабилизировать нашу энергетическую систему, во всяком случае, на западе нашей страны. Я не исключаю, что могли обсуждаться также и вопросы, связанные с дополнительными поставками газа и финансовой поддержкой для покупки газа для того, чтобы обеспечить отопительный сезон в нашей стране. И, конечно, поставки энергетического оборудования, которое могло заменять то, что разрушает россияне, плюс поставки тех энергетических систем, которые могут понадобиться в случае, конечно, критической ситуации. Я знаю, что тут помогают и международные организации, имеется в виду поставка генераторов, отопительных систем. Если вдруг выйдет из строя в крупных городах отопительная система, тогда надо обогревать людей, обеспечивать им и воду, и питание. И вот здесь как раз тоже может понадобиться в такой критической ситуации такое оборудование. Так что здесь очень много вопросов, срочных вопросов, которые надо обсуждать. И, конечно, сейчас это один из главных приоритетов и для нас, и для наших европейских партнеров. Важная неделя. Действительно, очень много было проведено и дипломатической работы. Также такую же работу проводили и генсек НАТО, я хочу о нем вспомнить. Йенс Толтенберг, который на этой неделе был с официальным визитом в Турцию. Почему вспомнил Турцию? Потому что очень много именно разговоров на этой неделе было и по НАТО, и Финляндии, и Швеции. Также обсуждались и вопросы дальнейшего продвижения Украины как члена НАТО. И также Турцию вспоминаем, потому что 2 ноября произошел и был реализован телефонный звонок и телефонное общение президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Эрдогана. Говорили очень много, но говорили в основном о зерновом коридоре. Я хочу и зерновом соглашении. Хотим и у вас спросить эту тему, которую мы обсуждали на этой неделе, зерновое соглашение. Я вам прямо поставлю вопрос. Все-таки каковы истинные причины возвращения и решения Кремля вернуться в зерновое соглашение, по вашему мнению? Я думаю, что это очень показательная история. Я просто напомню, потому что события у нас быстро происходят. Одно событие меняет другим. Россия попыталась шантажировать Украину и международные сообщества, заявив о том, что приостанавливается участие в зерновой договоренности и потребовав каких-то дополнительных гарантий от Украины. По разным неофициальным данным, Путин якобы хотел, чтобы Украина публично заявила, что берет на себя обязательство не обстреливать Черноморский флот России. Но получилось прямо наоборот. Украина подтвердила, в том числе в разговоре президента Украины с президентом Турции, что Украина будет выполнять гарантии безопасности, которые зафиксированы в зерновой договоренности. Никаких других обязательств на себя Украина брать не будет. И вот принципиальная позиция президента Зеленского, Украины как государства, они в итоге вынудили Путина пойти на попятную. Конечно же, Путин также не хочет ссориться с Эрдоганом. Эрдоган, президент Турции, Турция как страна гаранты зерновой договоренности, и она для них очень выгодна. И естественно, и для ООН, еще одного гаранта этой договоренности, для Турции очень важно продолжить ее действие. А Путин не хочет ссориться с Эрдоганом. А поскольку Украина проявила принципиальность, Путин вынужден был уступить. Вот это пример, когда именно принципиальная позиция Украины стала нашей небольшой, но очень важной дипломатической победой. Это пример того, что можно Путина, скажем так, добиваться того, чтобы Путин шел на уступки. И вот думаю, что такая позиция может проявляться и в других вопросах. И вот эта важная принципиальная победа переговорок по зерновой договоренности, они еще будут продолжаться. Потому что заканчивается срок действия этой договоренности в конце ноября. И надо будет продолжать эту договоренность. Но мы показали, что наша принципиальная позиция заслуживает поддержки. И Путин вынужден с этим считаться, так же, как и с интересами Турции и международного сообщества. Как абсолютно точно сказали, очень много событий на самом деле происходит. И реализовываются, когда международные официальные визиты даже лидеров других стран и в других странах. Вот сейчас Китай, про Китай хочу вспомнить. На самом деле Украина становится и военной агрессией Российской Федерации против Украины. Это одна из главных тем, которую обсуждают лидеры различных стран. Вот канцлер Германии Олаф Шольц совершил официальный визит в Китай. И на встрече с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпиньем озвучена была все-таки месседж со стороны Шольца, чтобы Китай надавил на Российскую Федерацию и имеется в виду на Кремль, понятно, на Путина, для того, чтобы были прекращены военные действия. Как вы считаете, как в этом аспекте будет действовать Китай? Нет, ну там немножко иначе стоял вопрос. Речь шла не о военных действиях вообще, а о недопустимости применения ядерного оружия. Это очень важный месседж. То, что лидер Китая публично это сказал с подачи кастлеров РГ, это очень важно. Это Китай. Лидер Китая просто так слов на ветер не бросает. Там есть своя иерархия. Кто что может говорить, по каким вопросам. И это очень важный сигнал, публичный сигнал, который фиксирует официальную позицию Китая в этом вопросе. Я думаю, Россия вынуждена будет с этим считаться. По неофициальным каналам, в закрытом режиме, я думаю, что Китай в адрес России послал и более жесткие сигналы. Да, у Китая своя игра. Есть противостояние с Соединенными Штатами. Но Китай очень заинтересован в стабильности мировой экономической системы, глобальной торговли. И поэтому он заявляет вот таким образом Россия, что надо сохранять стабильность международных отношений и не заигрываться в ядерный шантаж. Ну и скажу про Шольца. Это тоже важный момент. Шольц все время был известен попытками переговоров с Путиным. Вот, на мой взгляд, лучше переговоры с лидером Китая, чем переговоры с Путиным. Это более эффективно. Тем более тут как бы игра на разных тактических линиях. Более жесткая линия Соединенных Штатов. Более гибкая, конструктивная у канцлера ФРГ. Но в целом это игра на противоречиях между Китаем и Россией. Ну и напоминание. И лидеру Китая, и другим, что лучше торговать, чем воевать. Вот это тоже очень важно. И с этой точки зрения для нас действительно также важный момент, чтобы не было здесь формирования какого-то большого альянса, который выступал бы против западного мира и против Украины в том числе. Вот это особая позиция Китая. Пусть это такой нейтралитет, но тем не менее главное, чтобы Китай напрямую не поддерживал Россию. И вот такого рода визита, как визит канцлера Шольца, тем более накануне саммита Большой Двадцатки, это имеет важное значение. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с президентом Греции Катериной Сакиларупулу говорил о том, что мир не будет прежним уже в случае, если Российская Федерация все-таки применит в ходе войны против Украины ядерное вооружение. Еще один план, о котором стоит поговорить, я думаю, это интервью Зеленского чешскому телевидению, в котором он говорил о возможных компромиссах. Вообще переговоры Зеленского либо Украины с Российской Федерацией, это одна из тем вообще на этой неделе. Вашингтон-Пост буквально днями выдал статью огромную о том, что якобы в Соединенной Америке подталкивают к тому, чтобы Зеленский либо же представители Офиса Президента сказали о возможности переговорной с непосредственно Путиным. В интервью чешскому телевидению Зеленский заявил, что цитирует, для меня не важно, кто там пытается подтолкнуть меня, это было за несколько дней до, что важно. Мы уже там были, то есть в переговорах с Россией, для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. И по словам Зеленского, 31 год Украина независимости так и не смогла получить мощные гарантии безопасности, поэтому какие-либо компромиссы с Российской Федерацией закончатся новой войной позже. При каких условиях Зеленский будет готов сесть за один стол переговоров с главой, не знаю, наверное, с Путиным уже не стоит говорить, ведь есть указ определенный. Но давайте так с главой Кремля, вот так, без имен. А здесь я бы даже не акцентировал внимание с кем и как это произойдет. Важно другое, на каких условиях это произойдет. А эти условия были озвучены. Озвучен, кстати, на этой неделе во время еще одного очень важного события, на мой взгляд. Это визит помощника президента США Джека Салливана в Киев. Он приехал и встреча и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с главой выписа президента Андреем Ермаком. Кстати, с Ермаком Салливан находится в еженедельном контакте в онлайн-режиме, а теперь это была очная встреча. И вот это тоже показывает теснейший уровень партнерских отношений между США и Украиной, что, конечно, помогает нашей национальной безопасности. Но как раз вот во время встречи совместного брифинга после встречи между Салливаном и Ермаком были озвучены условия. Условия нашей победы, критерии нашей победы. Это освобождение оккупированных территорий, это обеспечение экономической компенсации Украины, страны России за понесенные потери. Вот эти важные условия как раз и будут показывать, по каким позициям мы будем договариваться. Но договариваться по результатам войны. И вот как раз то, что было озвучено во время визита Салливана в Киев, это гораздо важнее, чем публикация со ссылкой на анонимные источники Вашингтон-Пост, потому что есть официальная позиция официальных представителей США и есть слухи. Это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну и потом тоже отмечу, даже по этой публикации в Вашингтон-Пост речь идет не о том, что США выдвигают какие-то требования к Украине. Нет, речь идет скорее о тактике. Публичная, официальная позиция США остается неизменной. Речь идет скорее о публичной тактике относительно переговорного процесса. Но для нас важно не о том, с кем разговаривать, а о чем разговаривать и на каких условиях. И вот эти условия как раз и были сформулированы во время визита помощника президента США по национальной безопасности. Владимир Иславович, спасибо Вам за интервью. Но единственное, что в конце добавлю, хочется короткий комментарий Ваш услышать. Выступая перед участниками встречи организованной Международной ассоциацией юристов, Зеленский говорил о том, что цитирует точку в этой войне послевоенных, послеполитиков, поставят юристы. Не единожды Зеленский говорил о аналоге Нюрнбергского трибунала. По Вашему мнению, как вот подобные массажи Зеленского влияют в том числе на приближение вот этого трибунала. Не после того, когда уже закончится война и Украина выбьет российские войска со своей территории. А здесь и сейчас еще до вот такая работа. А работа уже идет. Вот очень важно, что эта работа уже идет. По инициативе украинской стороны, при поддержке наших партнеров в Европе, причем и в ряде международных организаций, например, Международный криминальный суд, при поддержке Европейского союза и отдельных европейских стран, при поддержке Соединенных Штатов, юстиции разных стран мира вместе с Украиной уже работают по документации военных преступлений России в Украине и по подготовке будущего международного трибунала над российскими военными преступниками. Эта работа уже осуществляется. И очень правильно действительно президент Украины сделал акцент на этом. Тут есть вот тоже тема, которая обсуждалась, я просто тейст на ее зафиксирую. Это вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины. Это тоже вопрос для юристов и вот, и как раз тоже группа Ермака Расмуссона над этим работала, есть конкретные предложения, и они тоже в работе. А военные преступления России, да, это работа, которая уже начинается, она завершится уже после войны, но вот необходимая черновая работа, работа фактологическая, она уже происходит сейчас. И будет продолжаться. Владимир Славович, спасибо вам большое, рада всегда видеть вас в нашем эфире. Напомню, что Владимир Фисенко был с нами на связи, украинский политолог.